Милая мама Тяжелая работа без выходных, отпусков и право на ошибку ради одной детской улыбки. За этим столом многодетные мамы, те, кто ежедневно окружает своих детей заботой и теплом. В Химках поздравили матерей с их праздником. Всей души хочу вас еще раз поздравить с этим прекрасным праздником. Пожелать вам всегда, чтобы дома был детский смех, чтобы всегда была тепло, любовь и такое же ему понимание. У Ирины Беляковой пять дочерей. Трое из них уже замужем. Теперь она воспитывает еще и внуков. Но ее самая большая семья – общество многодетных. Уже много лет Ирина помогает многодетным семьям с жильем, детскими садами и досугом. Тесно сотрудничаю и с Химкинским управлением социальной защиты населения, и с нашей администрацией. То есть здесь я точно так же выхожу с любыми вопросами, какие мне задают многодетные семьи, с которыми я не справляюсь, не могу решить. То я иду в администрацию и всегда получаю поддержку. Юлия Ахундова воспитывает семеро детей. Причем самые маленькие двойняшки появились на свет совсем недавно. Содержать всех непросто, но без поддержки общества многодетных семей было бы сложнее. Она как наша мамочка всех многодетных семей. Это и продукты, и одежда, и разные билеты в театр. Все что угодно. В любую трудную минуту можно к ней обратиться. Эти женщины каждый день доказывают, воспитание детей не мешает вести активную общественную жизнь и осваивать самые разные профессии. Администрация округа наградила женщин благодарственными письмами. Мы сегодня отметили, особенно тех, чьи детки стали чемпионами в той или иной категории, в каких-то видах спортов. Матери-инвалиды, те, которые воспитывают более пяти детей. После чаепития лучшие вокальные и танцевальные номера отчествования матерей завершили праздничную концерту. Ксения Калинова, Ксения Крабина, Николай Забродин, Среди Настей.